Так вот, этот рассказ будет специально о медитации для тех, кто больше привык к суете и очень быстро торопиться, успевать, слишком много иметь событий даже в течение одного дня. Вот есть такие суетные люди, даже если они относятся к стихии ветра или стихии огня, или совместно, когда есть эта стихия, например, стихия огня, стихия с землей, смешатся пополам-пополам. Есть и такие. И вот этот сорт медитации специально для них. Это я отвечаю на вопросы, которые мне прислали через социальные сети. Вот так вот, специальная медитация для тех, кто привык к суете. Я этого назвала бы даже медитацией на разговор с растениями. Так что если учесть, что вся природа живая, и она может отвечать и что-то показывать, также иногда можно узнать события на ближайшее будущее, и вот это можно назвать еще и медитацией на разговор с растениями. То есть вот растения, например, как сзади меня, вот такое красивое, пышное и очень колючее, это идеальный вариант, который подходит. Ну а уж если где-то в других странах, где более холодный климат, чем в Калифорнии, там есть другие растения, которые тоже колючие. Есть такие длинные, такие полосатые листочки, и вот такие острые, и вот такие полосатые. Их вот очень много из одного пунктика растут. Вот для медитации на разговор с растениями подойдет и такое. Если нету таких, вот как вот сзади меня. Так вот, это сама медитация заключается в том, чтобы избавиться от негатива и избавиться от постоянной суеты, от давления, от суеты в мирской жизни, которая бывает настолько достает, что иногда людям хочется просто взорваться и куда-то исчезать. Есть такой момент. Вот, и главное, что весь негатив, который будет накоплен даже в течение нескольких лет, этот негатив уходит в землю, в подземный мир и никому не вредит. А растение это только то, что настраивает ауру на правильный ход. Потому что если аура, она очень слишком раскручена, слишком много, даже если тем более аура слабенькая, и поэтому острые листья растения, они помогают настроить ауру, чтобы она вращалась нормально. Не слишком быстро и не слишком слабо, не слишком медленно. Для этого. Поэтому, что астролисты, они помогают, эти вот растения, они помогают утихомирить, упорядочить структуру ауры. А аура обычно, тем более, это есть люди ветра, поэтому у них аура бывает, она часто себя дрожит, как костер. Люди ветра чаще всего имеют ауру, которая похожа на костер, если так смотреть. Вот, и она настолько вот трясущаяся, есть выражение, трясется, как пойманная мышь. Вот, и для того, чтобы аура перестала трястись, надо сесть и успокоиться, и так начинается медитация, чтобы разговаривать с растениями. Конечно, я не говорю в прямом смысле, что разговаривать на том же языке и о чем-то. О чем? Но это главное сосредоточиться, чтобы ушел весь негатив. И поэтому ушел не на растение, а ушел именно под землю. Растение это только связь с миром природы, потому что оно корнями уходит под землю. И поэтому оно своими колючками помогает настроить ауру, порядочить. А все это, что под землей, его огромные корни под землей, это помогает отправить весь негатив под землю. И за ним это никому не вредит. Вот в чем главное дело. Чтобы оно не вредило ни тому, кто хочет от негатива избавиться, ни тому, кто будет рядом, или случайный прохожий, или как-то вот попался тут. Вот. И самое главное, с чего это начинается? Просто сесть тихо и успокоиться. Самое главное в этом сосредоточиться, и в течение всей медитации не сказать ни одного слова. Кроме того, что ты будешь говорить с растением телепатически. То есть мысленно рассказывай растению, какие проблемы, и мысленно попроси помочь от них избавиться. Но надо выбрать максимум четыре проблемы. Лучше всего, конечно, одна или две. Одна или две, да, лучше. Но главное выбрать, которые больше всего тревожат проблемы, беспокоят максимум четыре. И спроси вот этого куста, вот этого деревца. Скажи, дерево дает ответ. Вот это растение. Можно дать ему имя на какое-то. Но тогда, если ходишь обращаться к одному и тому же, надо запомнить, какое имя ему дал, по имени обращаться. Но это процесс сложнее. Это сначала надо приучить растение к общению. То есть это ходишь к одному и тому же, если оно не у тебя дома. А если оно у тебя дома, тогда еще проще. Тогда ты с ним договариваешься. Тогда оно, собственно, но оно должно быть не в горшке. Оно должно расти в земле, в нормальной земле, на земле, на участке, а не в горшке. Вот. И поэтому именно сосредоточиться. Такая медитация может занять около часа, пока почувствуешь, что растение стало отвечать. Главное, сесть лицом к лицу, можно сказать, с этим растением, и начать с ним разговаривать. Скажут, я такой-то, такой-то. У меня проблемы такие-то, такие-то. Они меня достали. Вот. Примерно. Так и говоришь. Эти проблемы достали, я хочу найти решение. Вот. И ты спрашиваешь растение, пожалуйста, дай ответ. Какой есть выход? И надо долго сосредоточиться. Смотришь в самую середину растения, откуда начинают расти эти листики. И в самую середину. И представить в этот момент, что здесь негатив уходит под землю, а аура растения и своя аура, они как бы одно, они дружат. И вот как вот есть, змеи танцуют. Змеи, когда танцуют, у них же один хвост, у них лап нет. Ну вот как змея танцует, так и энергия может танцевать. Вот это сосредоточение, настрой, до тех пор, пока не поймешь, какая информация пошла. Какая должна быть информация, дерево будет отвечать. Или это будут сигналы, или это будет какая-то одна и та же навязчивая мысль в голове. Как только появился ответ, скажешь спасибо и можешь попрощаться с растением, уходи. На этот раз закончено. Но эта медитация может занять около часа, пока растение начнет отвечать. И пока сам почувствуешь, что этого ответа достаточно. Но главное, перед этим не забыть, сказать большое спасибо растению, потому что оно делает трудную работу. Оно тебе проводник, оно помогает настроить ауру. Главное, что если останешься неблагодарным, не поблагодарив, тогда это растение может сделать все настройку и обратно. То есть, от чего пытался избавиться, оно возвращается назад. Если не поблагодарил. Поэтому в медитации всегда важно быть благодарным. Потому что растение дало шанс избавиться от негатива. Оно помогает избавиться от всего плохого и дать настройку на хорошее. И поэтому надо быть очень благодарным. Как можно чаще обращаться с природой. Можно приучить одно дерево отвечать на вопросы, одно растение. А можно общаться с разными. Но это главное для людей суетных. За всю медитацию не сказать вслух ни одного слова. Только мысленно, мысленно, телепатически общаться с таким вот астралистным густиком. Главное, настроиться на позитив и на понимание. Кто хочет, тот поймет. Кто имеет уши и умеет слушать, тот понимает, о чем я говорю. А если не настроены понять, это их дело, пускай их проблема останется с ними. Если они так за нее трясутся. А я, конечно, буду продолжать отвечать на вопросы по мере их поступления. Это медитация для детей суетных. А есть еще специфические медитации. А вот какие будут вопросы поступать. До новых встреч. Я отвечаю на вопросы, когда они того стоят.